Книга «Открытым оком», вопрос 609, второй том, тема «Будущее мира. Страшный суд». «Что можно и что нельзя читать в книге «Россия перед вторым пришествием»?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Эта книга постоянно пополняется, и теперь уже в нескольких томах. Стараются братья, чтобы народ Божий был не во тьме. Они в нее включают все, что слышали, даже краем уха или во сне. Это как у историка Евсевия. Среди нескольких зерен много мякина и мусора. Читать можно все для ознакомления, но верить всему нельзя. Это как газета «Руть православная» Константина Душенова. Знакомить с полярными точками зрения – это и хорошо, и опасно. Народ слаб, необразован и невежественен. От всеядности наступает атрофия чувств. «Дух же святой учит иначе». 1 Петра 2.2 «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Постраничной я не могу сейчас сказать. Сами все сравнивайте с Библией. Книгу это можно оставить на своей полке. Я ее и пользовался при сборе некоторых материалов. Продолжение следует... Продолжение следует...